Проложить тротуар, провести сети водоснабжения, газифицировать улицу. С такими просьбами к главе республики сегодня обращались жители муниципалитетов. Михаил Игнатьев провел очередной прием граждан по личным вопросам. Какие ответы дал руководитель региона, знает Дмитрий Ковалев. От села Стрелецкое до города Ядрин рукой подать. И этот путь до районного центра многие жители стараются преодолевать пешком. Чтобы ходить вдоль проезжей части стало безопасно, необходимо проложить тротуары. Спортсмены у нас бегают. Тоже неплохо по пешеходному тротуару, по обочине бегать. То есть мы вас просим посадить к нам в решении этой проблемы. Там же еще есть образовательные учреждения, школы. Профессиональный литей номер 25, детский сад, золотой ключик, гимназий номер 1. Там, конечно, по тротуару, это огромная сумма, почти 14,5 миллиона рублей. Если мы тротуар сделаем, освещение сделаем, люди теперь больше пешком должны ходить. Конечно. Следить за своим здоровьем. Вы это обещаете? Конечно. Жители Алатарского района волнуют, насколько скоро будет отремонтирована местная больница. Вопрос главе региона приехала задач врач-акушер Татьяна Арсентьева. У нас несколько корпусов в больнице. И большая часть из них, конечно, нуждается в ремонте. Мы выделим около 18 миллионов рублей. Вот поэтапно, пошагово. На следующий год будем тоже средства выделять. Ну, в течение, может быть, максимум трех лет капитально полностью должен приматировать. Мы город Алатар любим. Я, когда приезжаю на праздники, говорю вот это. Алатаре соглашается Татьяна – город для жизни уютной. И девушке есть чем сравнить. В республику она переехала два года назад из Дальнего Востока. Ты чувствуешь себя как дома, в принципе, здесь сразу. То есть, как бы сразу. Если, например, я приехала сначала в Башкортостан, после учебы меня туда занесло, как бы я туда вышла замуж, скажем так. Ко мне сначала очень длительное время присматривались. Края хорошие очень. Особенно в Алатаре мне нравится то, что там много храмов, есть куда сходить. А жителям улицы Церковная, что в деревне Старые Урмары, для комфортной жизни сейчас не хватает газа. Голубое топливо отмечает глава региона. Возможно, подвезти уже до конца года. Сейчас метная исповедимость проходит экспертизу в Центр ценообразования. Газопровод будет проведен. Но к этому газопроводу не менее 50% потребителей уже нужно. В этом году будет решена и проблема деревни Итякова Мариинско-Посадского района. Местные жители обратились к главе с просьбой подвезти к домам водопровод. Начать работы планируют в апреле. В бюджете уже заложено более 8 миллионов рублей. На личный прием к Михаилу Игнатьеву с этим вопросом делегировали Николая Васильева. Мужчина – местный активист, он увлекается спортом и радеет за будущее родной деревни. Глава региона отметил, что с таких людей необходимо брать пример. Все просьбы на личном приеме оформляются документально и направляются муниципальным властям. Их задача – не откладывать решение проблем в долгий ящик. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.